Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Неожиданное открытие совершила команда ученых из Китая и Австралии. Выяснилось, что определенные катализаторы в сочетании с мочевиной способны кратно увеличить производство водорода из воды. Обычные отходы жизнедеятельности человека или животных могут совершить настоящую революцию в области выработки водорода, спрос на который будет только расти с распространением автомобилей на топливных ячейках. Литиевый аккумулятор, который в будущем в электромобилях может быть заменен топливными ячейками. Источник изображения, Шатерсток исследователи из Аньхойского университета, Университета науки и технологии Китая и Университета Аделаида из Австралии на днях опубликовали результаты исследования в рецензируемом журнале Nature Energy. Новая технология подразумевает получение кислорода с окислением мочевины, вещество, которое в изобилии содержится в моче человека и животных, а также в сточных водах заводов. Исследователи обнаружили, что так можно ускорить процесс получения водорода из воды и использовать его для питания топливных элементов. Наша цель – сделать мочу человека и животных, а также промышленные сточные воды источником мочевины. Таким образом, мы сможем превратить отходы в энергию. Будет бессмысленно, если мы будем производить мочевину по высокой цене для получения энергии, сказал один из авторов исследования профессор факультета материаловедения и инженерии Университета Аньхай Ченьпин. Технология может применяться везде, где можно собрать мочу человека или животных. В Китае к 2030 году на дороге может выйти до 1 миллиона автомобилей на водородных топливных элементах. Выработка этого вида топлива потребует существенных энергозатрат, которые к 2050 году могут составить до 10% энергопотребления страны. Это плата за декарбонизацию, но будет просто замечательно, если мочевина из сточных вод, включая канализацию, повысит эффективность электротранспорта, а не станет уходить в грунтовые воды и выпадать кислотными дождями. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.